Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Режим продлен, но есть послабление. В Самаре открылись ЗАГСы и библиотеки. Работают в круглосуточном режиме. Школа на пятой просеке строится с опережением графика. Еще одной достопримечательностью больше. В Струковском парке появится новая скульптурная композиция. На минувшей неделе губернатор Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции до 16 июня. В Самаре усилен контроль за соблюдением масочного режима. Организации обязали не разрешать вход в помещение тем, кто придет без средств индивидуальной защиты. Городские власти будут проводить рейды. Руководителям учреждений, в которых будет нарушаться режим, грозят штрафы. Подробности в сюжете Марии Левиной. Медицинская маска уже успела стать привычным аксессуаром для многих самарцев. Масочный режим действует в области с 1 мая. Пользоваться средством индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах, в том числе во всех помещениях, магазинах, аптеках, социальных учреждениях, а также транспорте. Однако сейчас, согласно новому постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, масочный режим усиливается. Теперь ответственность за его соблюдение возложена и на юридических лиц. Сейчас любые организации, где люди должны находиться в масках, могут гражданина на законных основаниях туда не пустить. Правонарушителям в данном случае выступает как организация, которая допустила нахождение гражданина без маски в своем помещении, в частности магазин, розничной торговли, ну и также гражданин. Следить, надевают ли самарцы средства индивидуальной защиты, должны руководители бизнеса, учреждений, продуктовых точек и аптек. В противном случае их ждет штраф. Причем под административную ответственность попадают не только юридические лица, но и сами граждане без средств индивидуальной защиты. Главная цель – это не оштрафовать, говорит глава города Елена Лапушкина, а позаботиться о безопасности самарцев. Будут проводиться контрольные проверки. Завтра мы максимально будем оповещать все учреждения о том, что введено вот это изменение. А уже со среды, конечно, будут проводиться контрольные проверки, контрольные мероприятия. Очень надеюсь, что штрафов не будет, потому что все люди поймут свою ответственность. На этой неделе в Самаре планируют запустить общегородскую горячую линию, куда любой желающий сможет позвонить и сообщить о нарушении масочного режима. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Начиная с 9 июня в ЗАГСах разрешены свадебные церемонии, но присутствующих должно быть не более 10 человек. На первых торжественных церемониях после послабления режима самоизоляции побывала наша съемочная группа. После такой свадьбы молодоженам точно будет, что рассказать своим внукам. У алтаря они стоят с огоньком в глазах и маской на лице. Является ли ваше решение стать с огоньком издарином? Эти кадры точно войдут в историю. Белое платье, фата, а к ней еще и маска. Мария и Юрий Семеновы познакомились год назад на свадьбе у друзей. Прошлой осенью подали заявление в ЗАГС. Тогда пара и представить не могла, какая неординарная церемония их ждет. Мы ожидали свадьбу небольшую, в кругу самых близких родных друзей. И поэтому, в принципе, по сути, выходит, конечно, еще уже, чем мы хотели. Но хотя бы так. Теплый, конечно же, потому что рядом были те люди, которые желают нам только добро и счастье. Гостей немного. По правилам послабления режима самоизоляции на церемонии, включая жениха, невесту и государственного регистратора, может быть не больше десяти человек. Зато собрались самые близкие. Один из родственников жениха – главный тренер сборной России по пляжному футболу. Конечно, непривычное ощущение. Достаточно удивительно находиться не так близко, не в таком, наверное, большом коллективе. Хотя свадьб довелось посетить достаточно много. И, конечно, это будет стоять особняком. Конечно же, запомнится свадьба не особым режимом, в котором она прошла, а главными атрибутами торжества – обменом пальцами, праздничной обстановкой и свадебным танцем. В этом уверены Максим и Евгения Гавердовские. Их истории любви в этом году исполняется 10 лет. После снятия всех ограничений, молодожены планируют собрать всех друзей на большое торжество. Будет что вспомнить. Это мы запомнят. За такой период времени мы немного адаптировались, а планировали, конечно, собрать сразу всех гостей, отметить с ведущим, со всем парадом, как говорится, чтобы всех вместе собрать. Но вот так сложилось, но ничего страшного, мы хотя бы собрали всех самых близких людей. Прийти на церемонию регистрации вместе с родственниками стало возможным с начала этой недели. Во время самоизоляции молодожены расписывались без гостей вовсе. Многие проводили онлайн-трансляцию свадьбы для родных. Несмотря на такие ограничения, заявлений в ЗАГС меньше подавать не стали. С начала 2020 года только в Самарском теремке провели более 600 регистраций. Сотрудники уверяют – до конца года поженят всех желающих. Всем хватит дней, поверьте, потому что в период самоизоляции многие пары в период апреля, мая переносили активно свои заявления на летний период, вот на июнь, на июль. Так распределены слоты и работа с людьми, что все работает как часы. Мария Левина, Константин Головин. События. На минувшей неделе открылись и библиотеки, при этом читальные залы закрыты, но книги можно взять домой. Подробнее об условиях посещения в библиотек в нашем следующем сюжете. Наличие маски для посещения библиотеки строго обязательно. На входе посетители встречают проверяющие. Обязательно измеряют температуру. Анастасия с нетерпением ждала открытия областной библиотеки. Девушка увлекается музыкой и играет на фортепиано. И для занятий ей необходимы ноты. Здесь уникальное издание. Я брала ноты. Ноты в интернете очень мало можно найти. А здесь такие очень необычные экземпляры иностранной и отечественной литературы. С 9 июня по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова библиотеки начали работу в особом режиме. Книги выдают только при наличии у читателей персональных средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. А возвращенные читателями издания будут помещаться в изолированной комнате на карантин на неделю. При этом продолжается работа библиотек в онлайн-формате. Библиотека не прекращает обслуживание в виртуальном пространстве. Точно так же у нас принимаются заказы и на электронные документы, и отправляются части документов в электронном формате. Также мы проводим очень много мероприятий онлайн. Это и лекции, и презентации новых книг. И выдаем точно так же электронные книги. Поэтому это самое первое, что у вас требовано в библиотеках. В целях безопасности пока читальные залы в библиотеках работать не будут. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. После двухнедельного перерыва открылись и многофункциональные центры. Поток клиентов туда стремительно вырос. Основная нагрузка легла на центральное отделение. О режиме работы МФЦ расскажет Мария Левина. Екатерина Попкова пришла на прием в МФЦ вместе с сыном Никитой. Без предварительной записи. В марте семья отмечала совершеннолетие сына. Но из-за ограничительных мер паспорт поменять вовремя не получилось. Сейчас наверстывают упущенное. Нас успокоили в свое время. Сказали, что ничего страшного можно будет потом. Вот мы пришли сюда. Сколько здесь нам еще понравилась встреча. Вот подаем документы. Наконец-то пришли. Вот в порядке живой очереди. Сразу попали. Больше всего клиентов в центральном офисе. Во время ограничений многие, кто предварительно записывался на прием, не приходили. Организация провела огромную работу. Переговорила с агентствами недвижимости, коммунальщиками. Запись скорректировали на несколько дней вперед. А сейчас, когда появилась возможность живой очереди, посетители сталкиваются в коридорах с теми, кто записывался заранее через интернет. Быстро обслужить такой поток клиентов невозможно. Руководство МФЦ рекомендует обращаться в районные центры. Там людей значительно меньше. У нас практически 90% очереди была записана живой людей, которые приходят на запись. И, соответственно, когда мы всем сейчас говорим, что желательно приходить вживую через недельку, через дней 10. Почему? Потому что вот эти 7 дней, они уже записаны. И мы можем принять минимальное количество, которые придут вживую. В Самаре 14 многофункциональных центров. Они есть в каждом районе. И все сейчас готовы к приему горожан. Посетителей, которые придут в МФЦ без масок, обеспечат средствами индивидуальной защиты. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжается строительство новой школы на пятой просеке. Сейчас на площадке работы идут ударными темпами. Ход строительства проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подрядная организация уже завершила монтаж металлической арматуры. Скоро начнут заливать фундамент. На строительной площадке побывал Олег Зверев. Работа на стройплощадке кипит круглосуточно. Строительство новой школы на пятой просеке стартовало 14 мая. Сейчас подрядная организация уже завершила формирование фундамента. Строители говорят, что при нынешних темпах они и к первому сентября могли бы успеть. Но по регламенту нужно соблюдать все сроки и достроить первую очередь в декабре. Об этом сегодня рассказали главе города. Елена Лапушкина приехала на объект с проверкой, как идут работы. А не жалуются жители сейчас, что в ночь работают? Нет, у нас больше на это жалоб не было. Но мы, в принципе, с ними в контакте. Объясняем, что для того, чтобы школу быстро построить, нам, конечно, нужно максимально задействовать время. Ну и в целом с пониманием люди относятся. Жители действительно понимают, что школа в этом районе необходима. От темпов строительства зависит, куда их дети пойдут учиться. В окрестных кварталах новостроек уже сегодня живут более 20 тысяч человек. А школы всего две. 46-я, она в километре отсюда. И 139-я, она еще дальше. Но мест там уже не хватает. Поэтому для жителей этот объект особой важности. И уже в декабре этого года школа примет первых учеников. В декабре будет сдано первое здание, рассчитанное на 600 учеников. Сразу после этого начнется второй этап. Возведение еще одного помещения на 850 мест с детским садом, с ясельными группами. И сам проект, и план благоустройства территории школы отвечают самым современным стандартам. Огромное спасибо жителям, что они эту стройку поддерживают. И даже то, что сейчас внесли изменения в закон Самарской области о тишине, и позволили в рамках национального проекта работать ночью, жители с пониманием к этому относятся и терпеливо ждут окончания стройки. Были с вами здесь две недели назад. Вы видите, какие серьезные изменения происходят. На сегодняшний момент строительство складывается опережением графика. Школа на пятой просеке строится по национальному проекту образования. Еще один нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в полной мере реализуется на улице Старозагора. Двухлетний цикл комплексного ремонта предусматривает обновление проезжей части, благоустройство всей территории от фасада до фасада, обустройство подъездных карманов для остановок общественного транспорта и дополнительных парковочных мест для автомобилей. На самом деле это очень важно, чтобы было где поставить машину, чтобы зайти в аптеку, магазин или любое другое учреждение. На улице Старозагора от Советской армии до Ташкентской было 7 тысяч квадратных метров парковочных мест. Их все планируется отремонтировать, плюс дополнить, то есть создать еще 3 тысячи квадратных метров парковочных карманов. Работы на участке от улицы Советской армии до Нового вокзальной были выполнены в прошлом году. В этом году предстоит сделать то же самое в сторону Ташкентской. В общей сложности длина участка, который приведут в порядок, более 5 километров. Олег Зверев, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Это дежурные группы в детских садах. Сейчас их посещают почти 10 тысяч детей. Как можно определить ребенка в такую группу, выяснила наша съемочная группа. Надо, надо умываться по утрам и вечерам. Эти строки Корнея Чуковского сейчас особенно актуальны. В режиме повышенной готовности распространение коронавирусной инфекции утро в детском саду начинается с обработки рук антисептиком и измерения температуры. Сразу после нужно тщательно помыть руки, уже обычной водой. Наталья Соколова, мама 4-летней Леры, за безопасность своего ребенка в детском саду не переживает. На самоизоляции они просидели больше месяца. В середине апреля Наталья вышла на работу. А маленькая Лера встретилась с друзьями, по которым очень скучала. Девочку определили в дежурную группу ее родного детского сада. Очень хотели в садик. Мы очень скучали. Очень долго сидели на самоизоляции, поэтому по детям очень соскучились. Найти, куда ребенка пристроить, не думать об этом. Потому что не всегда бабушки и дедушки могут быть с ребенком дома. Каждое утро визуально осматривают, меряют температуру. Ребенок мне также говорит, что и среди дня им меряют температуру, и также их осматривает медсестра. В группе постоянно чувствуется запах чистоты, хлорамина. То есть поверхности обрабатывают. И нам об этом говорят, и мы чувствуем это. Обычно этот детский сад принимает 287 детей. Но в период самоизоляции их количество сократилось почти в 10 раз. Здесь функционируют три дежурные группы для 28 ребят. Все помещения обрабатываются, проводят кварцевание. Обрабатывается и территория. Все площадки и веранды дважды в день, перед и после прогулок. И ежедневный контроль здесь ведут и за самочувствием персонала, которого достаточно, чтобы увеличить количество дежурных групп в случае необходимости. Мы готовы открывать дополнительные дежурные группы, увеличивать их количество. У нас есть для этого все условия. У нас есть группы. Сейчас все группы находятся на первом этаже. У нас еще есть группы на втором этаже. У нас есть и педагоги, которые бы работали в дежурных группах. Поэтому у нас все ресурсы для этого есть. Сейчас в муниципальные детские сады ходят 7 тысяч малышей. Еще почти 3 тысячи посещают частные. Чтобы ребенка приняли в дежурную группу, необходимо предоставить справку с места работы. Все дети, родители, которые попадают под список распоряжения губернатора Самарской области, конечно, устроены в детских дежурных группах. Мы никому не отказываем. Тот перечень документов, то есть справка, что родители работают, при потребности мы всех удовлетворили. И если есть какие-то вопросы, то я лично, как руководитель департамента образования, слежу за тем, чтобы соблюдались права каждого ребенка. Так, на сегодня я всех отметила. Все здоровы? И вы будете здоровы. Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре прошла первая совместная тренировка пеших и механизированных колонн, которые примут участие в Параде Победы. Репетицию провели на Кряжском военном аэродроме. Эксклюзивные кадры подготовки в нашем следующем сюжете. Знаменная группа выходит под звуки марша «Священная война» в масках и белых парадных перчатках. Они обработаны антисептиком. Соблюдение санитарных норм не просто требование Роспотребнадзора. Это воинская дисциплина, цель которой исключить возможность рисков для всех участников парада. Товарищ гвардии генерал-лейтенант, войска Самарского гарнизона для Парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Это уже вторая по счету репетиция парада, которая пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Она состоялась на Кряжском аэродроме и из-за противоэпидемических мер доступ СМИ был ограничен. Это кадры пресс-службы. Во время первой репетиции военнослужащие и силовики отработали прохождение пеших расчетов, а сегодняшняя тренировка совместная – пеших и механизированных колонн. Водители и медики отработали слаженность действий в управлении военной техникой в парадном строю. Для синхронных действий требуется умение поддерживать определенную скорость движения и выполнить различные маневры, и при этом не нарушать единого строя. Куйбышева Первое исполнение знаменитого вальса на сопках Манчжурии увековечит в Самаре. В память о погибших в русско-японской войне планируется установить скульптурную композицию. Какой она будет, предстоит решить жюри конкурса. Какие варианты нового памятника предлагают архитекторы, выяснила наша съемочная группа. Это чисто поисковые такие модели. Видимо, ребята искали наиболее классическую, уместную данную ситуацию область. От классических монументальных идей до необычных современных решений. На суть жюри скульпторы представили 22 работы. У каждого автора свое видение, каким должен быть монумент, увековечивающий первое исполнение знаменитого вальса на сопках Манчжурии, посвященного героям русско-японской войны. Установить памятник планируется в Струковском саду, где впервые и прозвучало музыкальное произведение. Конкретное место расположения выбирают сами авторы. Все привязываются к одному месту, да или нет? Нет. Все к разному, да? Да. По условиям конкурса предоставлена была вся территория парка, поэтому здесь есть предложение, в том числе и в районе входной группы, в районе грота. Имена авторов проектов пока скрыты. Каждой работе присвоен свой номер. Оценивать идеи будет жюри, в которое вошли архитекторы, скульпторы и музыканты. Работы настолько разноплановые, что их интересно даже сравнить друг с другом и применять к той ситуации, для которой они предложены. И я надеюсь это упростить и обеспечить более объективную работу жюри, а соответственно и подведение итогов. В первый этап конкурса выйдут несколько финалистов. Их определят до конца недели. Победитель станет известен в начале июля. Планируется, что новая скульптурная композиция украсит Струковский сад уже в этом году. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Самоизоляция с пользой для души и для дома. Самарская семья Сергаевых знает, как создать уют без лишних затрат. Оказавшись в вынужденном отпуске, они создают уникальные вещи, причем в ход идет все, что под рукой. Плоды их трудов оценила Елена Малютина, для которой Сергаевы провели мастер-класс. Не пугайтесь, что поддон вот такой некрасивый у нас поддон. В результате он будет очень нарядный, очень будет нас радовать. С молотком, гвоздями и ножовкой по дереву хрупкая блондинка Надежда Сергаева управляется не хуже крепкого мужчины. Из металлопластиковой трубы и алюминиевого кабеля она сооружает держатель для инструментов. А чтобы он радовал глаз, планирует украсить его горшками с цветами. Во время пандемии коронавируса семья Сергаевых ушла на самоизоляцию, но говорят, скучать не приходится. Живут они в частном доме с большим участком земли, поэтому всегда есть чем заняться. Причем материалом для творчества Сергаевым служит строительный мусор. У нас с вами готов держатель для цветка. Это красиво, это очень эстетично. Мы использовали с вами отходы, которые многие другие просто сжигают. А еще мы можем использовать этот же поддон как держатель для лопат, для инструмента дачного. И получается у нас с вами органайзер. И таким образом мы еще решаем проблему порядка на даче, а не только красоты. Сейчас я попрошу сыновей. Идемте, а то здесь тяжело. После того, как сетка прикреплена, поддон нужно пройти наждачной бумагой или покрасить акриловой краской на водной основе. Она лучше сохнет и ее проще обновлять. На все про все ушло около получаса. За время самоизоляции Сергаевы соорудили стол для барбекю из европодонов. Беседку, которую сыновья шутку называют троном, а недавно решили сделать на участке дренажную систему. При ее строительстве не потратили ни копейки. В землю закопали бочку, крышку для которой сделали из фанеры. К ней прорыли траншею, в которую опустили старые пластиковые трубы. А в завершении украсили все природным камнем, который остался от строительства дома. Во всех начинаниях Надежде помогают сыновья и мама, которая нередко и выступает генератором интересных идей. Первое – мотивация как раз совместный труд. Это и должны мальчишки видеть. Все это очень здорово, как и совместное чаепитие и вообще любые совместные дела семейные. Да, это очень печально получилось, что вот болезнь. Но все равно же преодолеем. Господи, нам ли в России чего-то бояться. Все получится. Режим самоизоляции во всей стране постепенно заканчивается, а идей у семьи Сергаевых нет. Так что вскоре Надежде придется искать баланс между работой и увлечением. А материал всегда под рукой. Стоит только по-новому взглянуть на привычные вещи. Елена Малютина, Максим Гусев. События. После трехмесячного простоя футболисты пляжных крыльев советов возобновили тренировки. Игроки и наставники клуба провели первое занятие на песке. В этом году команда будет играть без легионеров. Костяк составят самарские воспитанники. Какие задачи стоят перед крыльями в новом сезоне, расскажет Анатолий Головко. Тяжелый песок на Самарской набережной не помешал изголодавшимся по футболу игрокам провести первую тренировку. Из-за пандемии коронавируса спортсмены около трех месяцев занимались дома с наставниками в режиме онлайн. Для того, чтобы набрать оптимальную физическую форму, футболистам потребуется несколько недель. Надо привыкнуть к песку, к мячу. А потом уже вторые две недели у нас будут уже в полном темпе нагрузки. И четвертая неделя у нас будет тактическая и практическая. И соответственно уже подойдем в оптимальном составе и подготовке именно к сезону. В этом году руководство Крыльев Советов делает ставку на воспитанников самарского футбола. От легионеров пришлось отказаться из-за финансовых трудностей. Сейчас в общей группе тренируются около 20 футболистов. Молодые игроки перенимают опыт у старших товарищей. В новом сезоне от команды ждут серьезных результатов. Крылья должны попасть в суперфинал первенства России. Спортивные цели всегда одни и те же. Ну что нам выйти по ушам, получать, ничего подобного. Будем бороться мы за суперфинал. Также три этапа, все в наших руках. То есть будут наигрываться. Я думаю, что, конечно, не будем хаворитами, но бороться мы будем, я вам обещаю. В новом сезоне за волжскую команду будут выступать и опытные игроки. Один из них капитан Артем Пеняев. Он практически восстановился после травмы, которую получил в прошлом году. Футболист признается, долгая пауза не пошла на пользу ни одному игроку. Все члены команды ждали возобновления полноценных тренировок с нетерпением. Зимой мы не поддерживаем никак тренировочный процесс пляжный. Из-за этого, конечно же, буря эмоций. Минимум физики, буря эмоций. Из-за пандемии коронавируса чемпионат России пришлось сократить практически вдвое. Клубам придется сыграть весь турнир за два месяца. А это значит, что на плечи футболистов и тренеров ляжет серьезная нагрузка. После окончания первенства страны, которая стартует в начале июля, крылья Советов будут готовиться к Лиге Чемпионов. Осенью дружина Дмитрия Хохлова отправится в Португалию, чтобы помериться силами с лучшими командами Европы. Анатолий Головко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин